да тут как обычно александр оправдывается то что тут все не так как хочется но это еще этап запуска поэтому саш представьте пожалуйста какую компанию ты представляешь и где мы находимся скажи что мы в архангельске нет я саша мы в архангельске я инженер я люблю инженерить супер это частный дом который уже пять лет как запущен здесь на базе контроллера овен нашими силами собрана система отопления этот шкаф управляет отоплением включением тэнов в баках теплоаккумулятора с этого же пульта мы управляем системой рекуперации здесь и два рекуператора отдельных с него же мы можем выходить удаленно и мы через облако удаленное можем управлять ими системами этот контроллер понимает присутствие людей в доме этот контроллер понимает сколько тепла выделяют люди из себя не на это количество теплоты мы убавляем количество отопления этот контроллер понимает уровень co2 в разных помещениях и включает больше не меньше вентиляцию и этот контроллер понимает где находятся люди которые привязаны к этому блоку то есть они записаны запитаны на gps сигналы телефонов и он понимает кто приезжает домой если домой приезжают первые дети приходит уведомление судите приехали домой вот он же понимает то из-за членов семьи домой под эту систему подстраивает систему вентиляции отопления дома и комнаты то есть у каждого члена семьи свои пожелания по настройке температурного режима и даже освещение и освещение вообще вырубляет светом вот здесь все собрано и все управление освещение собрано на вай фай модулях и каждая клавиша может переноситься в любое место также мы с телефона можем любым освещением вентиляции там режиме вечеринки проветривание и прочего а это управляет только у собственник или ты как компания сервисное обслуживающее также можешь любой момент зайти посмотреть на музыки не в любой момент я могу зайти по новому году то есть собственный генерирует код выдает нам ход мы заходим систему и можем проверить какие-то работы систем что-то подправить вот так же вот сообщать про все аварии системы про включение как-то энергии запускают дизель-генератор аварийный вот с него же происходит контроль систем там уличного бассейна когда он этом включается он отдельно выставляется каркасный бассейн здесь не зашит и пока еще планируется перспективе но у вас видно что тут куча у вас возможности для будущего тут еще не собрано он еще только там он собирается вот этот шкаф мы видим что он уже довольно плотно забит а здесь у нас еще свободное место для будущих надстроек подстроек но интерес в том что дом 480 метров квадратных высота потолков среднем 4 метра гостином 7 метров самый холодный месяц в этом году январь мы получили счет 12 тысяч рублей потому что используя начнет риф при этом уровень co2 в доме не превышает 600 пикнем когда много гостей когда люди только дома семья 450 пикнем качество воздуха как на улице а как чем контролируется качество 4 датчика co2 не считывают показатели co2 причем здесь используют датчики которые стоят в баке большом адронном коллайдере вот он считывает с них показания и регулирует вентиляцию больше и меньше в таком объеме проветривать как только все люди выходят из дома система это понимает и она полностью включать всю вентиляцию закрывает все приводы чтобы никакой приток воздуха не шел в дом вообще а есть какая-то температура кон температурный режим в режимах день-ночь как-то регулируется те аппарат подстраивать комнаты под день-ночь плюсом по ночному тарифу мы закидываем эти теплоаккумуляторы здесь стоят на 4 тонны аккумуляторы плюс сама у нас вся система отопления теплыми полами соответственно сейчас инерция самой стяжки только при температуре ниже минус 30 несколько дней подряд теплоаккумуляторы включаются примерно в 9 вечера все остальное время не хватает полностью обогревать дом только по ночному но иначе это имеется до электричества или кто-то подведена просто электроэнергия и больше этот дом не а какая подводящая мощность сколько здесь нагрузка вообще пиковая с точки зрения если что что нельзя отвечать на что-то ты говоришь автомат у нас сейчас три ампера вот согласованы уже на 100 ампер потому что еще строится строение дополнительные кабель силой сюда заведен с возможностью подключения остатки вала мы сейчас получаем и близко к ним не приближаться к этим параметрам но это пиковая опять же нагрузка с учетом будущей модернизации здания на сегодняшний момент самые у нас как еще повторюсь мы переводим в деньги то соответственно это 12 тысяч рублей в самый холодный месяц это у нас нагрузка она холод когда как здание охлаждается кондиционирование систематой система кондиционирования как отдельной системой через воздуховоды Она не интеллиционная, это отдельная система кондиционирования в каждой спальне своей системы и в гостинной отдельной системе. Здесь мультисплит плюс сплит. На гостиную стоит сплит большой мощный, на все комнаты жилые стоит мультисплит один недель. Они тоже привязаны к этому шкафу. То есть если мы в приложении даем температуру в доме плюс 23 и уровень TPM 600, больше заказчику не надо думать ни о чем. Система сама понимает включать кондиционеры или включать отопление и в какое положение оставить трехкодовой клапан теплых полок. Система сама решает, когда что делать. А заказчик ставил определенную задачу или вы как инженерная компания, соответственно, большинство заказчиков не понимает. Да, так и есть. Заказчик, наше УКП состоит в том, что мы заказчику предлагаем решение под его хотелки. То есть если заказчик говорит, что мне надо, чтобы все автоматизировалось, и я хочу получить приложение в iPhone, где я нажимаю кнопочку и больше не делаю ничего, мы предлагаем разные способы решения. В данном случае заказчик дал много возможностей поэкспериментировать. Много здесь было нововведений. Здесь стоят тепловизорные блоки, чипы, которые считывают показания количества находящихся людей в ресивной и даже выделения количества тепловой энергии семью людьми. Тоже нововведение, которое на самом деле стоит недорого, но очень эффективно используется в системе отопления. Я бы хотел посмотреть, если разрешат, хотя их не видно, они скрыты все, да? Да, это просто в скрытых углах модулей системы. Здесь в принципе все собрано своими руками, много решений по освещению, которые делали с нашими монтажниками. То есть не заказные позиции, а прямо на месте собирались какие-то модули освещения. Модули беспроводные по дому, везде Wi-Fi по всей территории работает. И когда дом строился, здесь не было нормальной связи, то есть здесь стояли усилители сотовых сигналов и усилители Wi-Fi сигналов по всей территории абсолютно. А сейчас здесь хороший Wi-Fi? Да, сейчас уже Wi-Fi и связь нормальная. То есть данное решение, когда все мобильно, когда не зависит от проводов, как мне видится, что один из плюсов, вы можете перестраивать. Потому что когда заказчик на начальном этапе хочет одни хотелки, потом они же в процессе жизнедеятельности дома, он же живет как организм, меняется. Вы можете перестраивать, переделывать их в процессе именно эксплуатации. Поэтому суть именно свободно программирования контроллера и отдельных модулей, да, вот стоят блоки. Мы можем подбирать модули под дополнительные задачи. Вот сейчас, допустим, модуль один снят, будет стоять из-за того, что новые постройки, будет меняться другой модуль стоять. И мы получаем новое расширение, новые возможности. Сейчас еще свободных портов и возможности подключиться к основному контроллеру еще много. Мы можем еще много задач писать по повыкновению и создать. Здесь мы можем постоянно модернизировать систему. Вот хотел, например, сейчас у заказчиков откатные ворота работают через Яндекс.Навигатор. Они подъезжают на машине, в Яндекс.Навигаторе говорят, Алиса, открой ворота, и ворота сами откатываются. А за сколько по времени? Нет, уже подъезжая сюда, просто навигатори, они могут в телефоне в Алисе сказать. Просто Алиса, открой ворота, и у них открывается шлагбаум на въезд на территорию. А Алиса еще как-то здесь связана с другими инженерными системами в доме? Все остальное сделано через App Store, через облако Яндекс.Навигатор, уже Apple. То есть они с айфонов управляют освещением и могут давать какие-то команды, как проветрить дом, выключить все освещение полностью в доме при выходе из дома, например. Это можно своими командами давать на базовую станцию. Кроме айфона, это может работать на андроидах, на других решениях? То есть вы готовы? Да, мы сейчас подобный объект моделируем на Алисе, она чуть меньше защищена, но с ней попроще работать. И то же самое мы можем через Янкос-колонку, через Zoom-ную колонку Алиса, много команд давать на контроллеры по вентиляции, по освещению, по отоплению дома, по режиму, то есть мы можем, уходя, сказать, режим отсутствия, то есть не заморачиваться на датчике GPS, да, просто режим отсутствия, режим присутствия, теплее, холоднее, и любые пожелания заказчика можно учесть через Янкос-колонку на свободно программированный контроллер. А ваше решение, есть ли здесь какая доля российских комплектующих или европейских, ну-ка, скажем, зарубежных, мы можем называть? Зависите ли вы в сегодняшних реалиях, если вдруг какой-то блок не будет работать, сможете ли вы его переподобрать, перенастроить? Ну, здесь основной контроллер российский, модули практически все российские, и даже те, которые сейчас стоят не российские, есть аналоги в России, которые можно поставить. Тут есть проблема к тем, что сама силовая часть, да, она собирается на импортных системах, ну, на дневных автоматах, пакетниках, но я думаю, что в ближайших приступе появятся нормальные российские аналоги, вот, по силовой части. По автоматизации, примерно верно, компания OVEN, компания Cignetics, еще несколько компаний, которые справляются с потоком, да, и что-то сейчас модернизируют, потому что они сами частично зависят от импорта, но они обещают, что они все это настраивают, это будет дальше работать. Я понимаю тебя, просто в основном, на самом деле, частные клиенты, они даже и таких названий не слышали, у них есть компания-подрядчик, которая, я добавлю еще от себя, у Сашиной компании Herz House нет сайта, это полностью сарафанное радио, это полностью рекомендательные продажи, или повторные продажи, ну, или, как же, не совсем продажи, услуг, скажем, да, и в данном случае частный клиент не знает про то или иное решение, он просто хочет иметь, ну, под ключ это решение. Но на промышленные предприятия, где могут быть какие-то ограничения, к примеру, с применением тех или иных комплектующих, и могут быть уже стоять, ну, поставленные собственником корпорации, компанией определенные решения, уже Александр готов подобрать, ну, в зависимости от поставленной задачи, это только, там, европейские, там, российские комплектующие, обслуживание, сервисное обслуживание, мы еще будем сегодня на ряде объектов, покажем, как это уже не только на частных домах, а в промке, как это реализовано, на коммерческих объектах, поэтому первую серию пока заканчиваем, переходим на следующий объект. Если считаешь, Саш, еще что-то нужно здесь показать и добавить, то, значит, отдельно покажи, мы сейчас просто непосредственно в блоке, в сердце, в управлении, понятно же, что со всем этим стоит очень много другой инженерки, но то, что можно, поделись, если, ну, тоже надо понимать, что участники, собственники не всегда хотят показывать какие-то решения, поэтому то, что можно. Ну, здесь сейчас люди живут, находятся в гостях, просто сейчас так получилось, что на этом объекте идет модернизация, еще дополнительные системы включаются, сейчас будет строиться баня тоже с ингредиентной системой, отопление, и управляться будет с этого же модуля, вот, там будет система набора тупели автоматическая, вот, система контроля температуры, опять же, система предварительного нагрева парилки, чтобы сначала электрическая печь преднагревала парилку, и увлажняла ее, а уже потом люди дровами приезжали, вытапливали подготовленную баню, вот, но именно поэтому все разобрано, что сейчас просто происходит прямо сейчас модернизация, на улице ребята готовят землю под плиту УШП, под заливку, вот, поэтому, а в сам дом не пойдем, люди там живут, там ребята отдыхают. Конечно. Большое спасибо, Саша.